Здравствуйте! С вами снова программа Калейдоскоп. И сегодня мы расскажем вам о самых ярких, самых интересных и запоминающихся событиях, которые произошли в нашем городе за минувшую неделю. Ну а начнем мы нашу программу с рассказа о новых выставках, которыми, несмотря на разгар лета, жители Рязани радуют лучшие выставочные площадки города. Так, например, в художественном музее любой желающий может познакомиться с современной графикой Санкт-Петербурга. 20 лет назад в этом зале состоялась выставка с названием «Современная книжная графика Санкт-Петербурга». Спустя долгие годы сотрудники музея решили повторить опыт. Сказки для детей и взрослых – именно так назвали экспозицию, посвященную книжной графике из собрания питерского издательства «Вита Нова». Это издательство хорошо известно библиофилам. Художественная литература, поэзия, мемуары, биографии выпускают малым тиражом не для широкого круга, но для истинных знатоков книжного искусства. Вот почему оформлению изданий придают особое значение. Здесь представлены в основном художники не молодые, а в основном уже художники, давно ставшие классиками. И это те люди, с которыми сотрудничает наше издательство. Я имею в виду вообще, мы, как правило, выбираем художников, которые уже давно признаны мастера. На этой иллюстрации изображен знаменитый собиратель сказок Александр Афанасьев. В окружении персонажей, которых читатель может встретить на страницах его книг. Портрет Афанасьева, который окружен своими персонажами, чем-то напоминает дедушку Крылова в летнем саду. Это собиратель русских народных сказок, который сидит за своим столом, что-то пишет, а его окружают лешики, кикиморы, какие-то совы. В общем, все те персонажи, которых он описывает в собранных им сказках. Извечный спор, нужно ли иллюстрировать книги, каждый решает сам для себя. Есть мнение, что художник навязывает читателю образы, которые увидел сам. Но с другой стороны, возможно, благодаря иллюстрациям мы только глубже понимаем задумку автора, смотрим на произведения не только своими глазами, но и глазами иллюстратора. Разные авторы по-разному относились к иллюстрированию их собственных произведений. Например, мы знаем, что Гоголь очень не хотел видеть свои произведения проиллюстрированными. И знаменитые циклы, как, например, цикл художника Марка Шагала, который был создан «Мертвым душем», это уже было создано после его смерти. Прижизненные издания с иллюстрациями Гоголь всячески пытался запрещать и пресекать. Наверное, он исходил из предположения, что художник может повлиять на восприятие читателя, навязав ему тот или иной образ. Именно тот образ, который увидел художник, и который смотрит на него с книжной страницы, будет у читателя перед глазами. Иллюстрации, которые мы видим на страницах книг, работа скорее полиграфов. Основой для них становится картинка, созданная художником-иллюстратором. За 15 лет существования Вита Нова собрала значительную коллекцию оригиналов иллюстрации, которые часто экспонируют на выставках. В Рязани можно увидеть 74 произведения, 7 авторов из Москвы и Петербурга. Мы не сразу принимаем решение о том, кто будет какую книгу иллюстрировать, и даже не мы принимаем это решение. Мы предлагаем художнику варианты. Художник сам читает книги, если он, естественно, их читал, то перечитывает и вспоминает свои ощущения, и выбирает того автора, который кажется ему созвучным, его восприятие, его мироощущение. На этой выставке зрителям предлагают рассмотреть иллюстрации к сказкам. Сказка обычно ассоциируется с детством, но часто может дать ответы на вполне взрослые вопросы. Иллюстрации к народным сказкам, индийским, русским, французским и к литературным. Передают национальное своеобразие текстов через призму авторского сознания художников. Каждый мастер обладает неповторимым почерком, но, несмотря на различия, все эти иллюстрации объединяют атмосферу чудесного. Будь она выражена в фигурах индийских красавиц, в темноте дремучего леса или в пространстве кэрловского зазеркалья. Окунуться в чудесный мир сказочных книг можно до середины сентября. Ну а тем, кому больше интересны фотографии, мы советуем посетить научно-методический центр народного творчества. Там на днях открылась персональная выставка Сергея Новикова, посвященная 920-летию Рязани. Совсем скоро наш город отпразднует свой 920-й день рождения. В последние месяцы перед этим событием художники и фотографы все чаще обращаются к работам, посвященным Рязани, и стремятся показать город его коренным жителям и гостям, чтобы те либо открыли для себя что-то новое, либо порадовались старому и давно знакомому. Так, например, известный фотохудожник Сергей Новиков задался целью показать Рязань своего детства. Захотелось снять Рязань, которую я помню в детстве, чтобы было минимум проводов, минимум машин, минимум лишнего того, что раньше не было. Когда я был молодой, у нас ходил только троллейбус номер один от площади Ленина и до Дягилева. Больше ничего не было. Когда в троллейбусе смотришь на улице, хорошая, шикарная улица, спокойная, никого нет, машин, ни людей. Отличный провинциальный город был. А сейчас он изменил свой облик очень сильно. Фотографу пришлось приложить немало усилий, чтобы найти в Рязани места, на которые время в меньшей степени оказало свое влияние. По большей части в объектив фотокамеры Сергея попал тихий центр Рязани. Деревянные дома, которые еще не успели снести, тихие аллеи парков, величественные церкви. На некоторых снимках мелькают образы людей и животных. Конечно, и люди уже не те, что в детстве фотографа. Но без них жизнь города была бы невозможна. Здесь я оставил просто образы. Образы, допустим, старого коммуниста. Потому что я тоже был коммунистом. Я не выходил, просто система рухнула, поэтому так получилось. Вот там дедушка сидит с флагом. Но это мой ровесник. И мне интересно, это мое зеркало в его глазах, как говорится. Я тоже ставлю себя на его место. Человек верил, ходил, кричал «Ура!» И жизнь его прошла под этим флагом. На выставке под названием «Моя Рязань» представлено около 70 фотографий, которые художник создал за последние 7 лет. Организаторы уверены, что и рязанцы, и гости города, посетив эту выставку, смогут совершить незабываемое путешествие в прошлое. И, думаю, каждый для себя найдет что-то интересное, то, что зацепит за душу, за сердце нашего рязанца. И, конечно, работы эти удивительные, в которых сочетается и современность, и прошлое, и любовь, и ностальгия, и печаль, и юность, и старость. И все это художник сумел воплотить в своих работах. Персональная выставка фоторабот Сергея Новикова будет открыта для всех желающих в Научно-методическом центре народного творчества вплоть до 1 сентября. Так что спешите насладиться качественной фотографией, а заодно по-новому склянуть на свой город. Лето – прекрасное время для путешествий по родному краю. Мещора пленялась сердца и умы многих поэтов, писателей, художников. И глупо было бы, живя рядом, отказаться от возможности чуть ближе познакомиться с ее красотами. И если вы все же так и не выбрались на природу, лишает погода или недостаток времени, мы советуем вам заглянуть на выставку Дмитрия Папандопула и с головой окунуться в красоту Мещорского края. Дмитрий Папандопула родился в далеком солнечном Геленджике. Но так случилось, что в 1977 году он попал в Рязань, здесь и остался. Так что со временем Рязанский край в целом и Мещора в частности стали для него второй родиной, которую он искренне полюбил, несмотря на более спокойную природу и значительную разницу в климате. У меня был друг художника Игоря Черной, ныне покойный, там приобретенный друг. Он говорил, Дима, тут этот смысл у тебя не будет получаться. Тут не то же, там на юге, там все кричаще, все ярко, а здесь она скромная и так далее, и так далее. А вот там вместе ходили и на этюды, он смотрит, он стал меня похваливать. То есть, наверное, я адаптировался как-то, наверное, полюбил. Господи, природу не любить. Там я не на Кавказе служил, и Черноморье все знаю, да, и Кубань знаю, вот. А теперь среднюю полосу Великой России знаю и люблю. О его любви как раз и рассказывает небольшая камерная выставка, открывшаяся в библиотеке имени Сергея Есенина. На картинах, представленных здесь, показана Мещора так, как ее видит Дмитрий Спиридонович. Цветущий куст сирени, домик села Заборье с излучающими теплый свет окошками, просыпающиеся ранней весной, поля и леса. Она разная. Мещорок, вообще мир многообразен. С одной стороны, прав Константин Паустовский, который сказал, что, ну, как он говорил, природа здесь скромная, тихая, застенчивая. Спорить с ним трудно. Это так все. Но иногда она очень яркая. Вот утром, допустим, рассвет, все ярко, цветами пышет прямо, да. Я, например, и так ее вижу. Будь то рассвет или тихий летний вечер, Дмитрий Пупандопов старается передать мгновение, сиюминутное состояние природы. Причем сделать это оригинально, чтобы зацепить зрителя. Я смотрю, что, во-первых, чтобы сюжет не был, ну, какой-то банальный, что ли, традиционный. Ну, что же традиционный? Ну, я так считаю. Вот речка здесь там извивается, вот кустики, а там березка стоит обязательно. Это уже банально. Это как-то надо, как-то надо иначе, я не знаю, какой-то поворот технический. Это уже дело художественное. Идти, чтобы это было не банально, и зритель у нее где-то подсознание, а я-то ее уже видел, равнодушно прошел дальше. Ну, я не знаю, опять же, может, что-то удалось. А может, не очень что-то удалось. Я не знаю. Это же садить, наверное, не мне. Все рязанцы, интересующиеся живописью и неравнодушные к Мещерским просторам, могут познакомиться с этой небольшой выставкой в библиотеке имени Сергея Есенина. Там она будет работать до 23 августа. Если вы не знаете, как развлечься в пятницу вечером, то мы советуем отправиться вам на улицу Почтовую. Ведь там для жителей и гостей нашего города каждую пятницу устраивают веселые праздники и фестивали. Пожалуй, самым популярным местом в городе, где можно погулять, отдохнуть и развлечься, теперь можно считать улицу Почтовую. После преобразований, произошедших с ней, она невероятно похорошела. Наверное, именно поэтому ее и выбрали главной площадкой для мероприятий фестивального лета. Его организаторами стали администрация города Рязани, управление культурой, экономики и агентство арта. Так что теперь, каждую неделю, начиная с пятницы, и в течение всех выходных рязанцы могут стать непосредственными участниками самых разнообразных тематических праздников. Много говорят о событийном туризме. Вот он, событийный туризм. Вот если здесь люди будут знать, что каждую пятницу происходят такие праздники, люди будут и сами сюда приходить, и горожане, и гости города. Вот ко мне, например, сегодня на этот праздник приехали две сестры. Одна из Хантамансийска, одна из Ярославля. То есть они пришли, они сейчас здесь гуляют, развлекаются, им очень здесь нравится. Здесь уже отметили День молодежи и праздник Ивана Купалы. Ну а мы стали участниками фестиваля мороженого. На один вечер улица Почтовая превратилась в настоящее ледяное королевство. Здесь можно было встретить сказочных персонажей, поучаствовать в различных конкурсах, и, конечно же, бесплатно угоститься самой любимой летней сладостью мороженым. Для гостей была подготовлена театрализованная программа «Тайны ледяного королевства». Маленькие зрители со сказочными персонажами совершили удивительное путешествие, по пути активно принимая участие в конкурсах и получая в подарок главный символ этого праздника – стаканчик мороженого. Кстати, им с удовольствием угощались не только дети, но и взрослые. Если честно, мы еще ни разу не видели в одном месте такого количества людей, поглощающих эту ледяную сладость. Но, тем не менее, не забывали пришедшие на праздник и о развлечениях, которые организаторы подготовили для рязанцев и гостей города. Здесь можно было сразиться со сказочными рыцарями, послушать музыку и даже поближе познакомиться с роботехникой, представленной секцией Рязанского радиоуниверситета. Здесь есть возможность управлять роботами, попробовать пособирать модели, которые мы даем для сборки на занятиях в нашей школе, посмотреть, как это все происходит. Мы привезли и наши взрослые работы от студентов, от аспирантов. Буквально через два дня мы едем на российские соревнования с нашими коптерами. Посмотреть на летающие чудесные машины, созданные студентами, собрались как взрослые, так и маленькие посетители праздника, которых в этот день на улице Почтовой было немало. Конечно, очень интересно, все тут для детей сделано, особенно школа роботтехники нам понравилась. Вот, ребенок очень увлекся. Замечательно, очень вкусное мороженое, много всего интересного, для детей особенно. Замечательно, что проводятся у нас такие праздники, потому что я помню из своего детства здесь улица была, ну, не такая как бы. А сейчас вот прям очень хорошо, большое спасибо тем, кто, в общем-то, все это придумал, кто все это реализовал. Красивый праздник, здорово, что придумали каждую пятницу проводить. Молодцы! Самое приятное, что теперь каждую пятницу, попадая на улицу Почтовую, вы можете быть уверены в том, что проведете здесь время весело. А хороший пятничный вечер, как известно, это стопроцентный залог хороших выходных. На этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых летних событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова